Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил грустный вопрос «Как вызволить ребенка из секты?». Можно было бы ответить на вопрос более общий, как вообще человека вызволять из секты, но все-таки мы сосредоточимся именно на данном аспекте и постараемся опереться на евангельский текст при его ответе. Секта, прежде всего, тоталитарная – это не просто лжеучение, это порабощение свободной воли человека. Это когда уже человек не выбирает свою свободу, но с помощью различных практик, манипуляций потихонечку поддается давлению и порой порывается своей семьей, и вот исполняются слова Христа «Враги человеку, домашние его». «Что делать, если именно твой ребенок попал в секту?» Вот тут мне вспоминаются слова Христа, обращенные к своим чадам, к ветхозаветному богоизборному народу, к ветхозаветной церкви. Христос смотрит на Иерусалим, Иерусалим он смотрит с Елеонской горы, из пределов Гефсиманского сада, того самого места, где он будет молиться перед тем, как его поведут на распятие, где, собственно, его схватят, схватят и предадут. У подножия той горы, даже, можно сказать, на полпути к вершине той горы, где он вознесется на небо, он смотрит, и вот как знаменитый открыточный вид Иерусалима, который сейчас, вот если ты забьешь, в интернете всегда его найдешь, что вот вид как раз Елеонской горы. Понятное дело, там уже нет Иерусалимского храма, там возвышается Алякс, святилище, с которого Мухаммед перемещался в Мекку, и мечеть более скромная, Амара рядом, ну и, в принципе, уже средневековая застройка, колоколинки видны и какие-то уже другие строения за впечатляющей стеной. Вот примерно Господь в ту же сторону смотрел, понятное дело, архитектура была другая, Он смотрел на Иерусалимский храм, чье величие было несравненно, ни один языческий храм не мог с ним сравниться, потому что, ну, язычники строили многих храмов, и даже самые богатые цари, украшая их, они, тем не менее, не концентрировали все богатство в одном месте. А тот вот Иерусалимский храм, которого апостолы восхищались и говорили, Господи, вот смотри, какие камни, смотри, как все украшено, а Господь говорит, камня на камне здесь не останется. Но в каком настроении Он это говорит? Не мстительным? Ой, не слушать меня о Иудее, не слушать меня Ветхозаветная Церковь. Он говорит, 23 глава Евангелия от Матфея. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков камнями и побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов, своих под крылья, и вы не захотели, все оставляется, ваш дом пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне. Чад Иерусалима, то есть не своих, а чад Иерусалима, Господь хочет собрать себе под крыло, как своих птенцов. То есть это тут описывается некоторый процесс усыновления. Это для нас самая главная надежда. Надо понимать, что для Христа наш ребенок, ребенок человека, в том числе папашего секты, это тоже свое чадо. Это то чадо, которое уже не хочет видеть. То чадо, которое отвергает пророков, которое отвергает истину. Но Господь не то, что, он говорит, ой, все, вы меня не увидите. Он говорит, не увидите, пока не воскликнете благословен гряды во имя Господне. А это было в какой момент? Когда Господь приходит как царь, вход Господень в Иерусалим, и люди его радостно встречают. И что символизирует великий вход на божественной литургии, когда Господь дальше продолжает этот свой путь. Точно так же с Елеонской горы, как он въезжал как царь на территорию храма ветхозаветного, точно так же с Елеонской горы, из его подноша, из Гефсимании, его проведут на суд и затем на Голгоф, на смерть, чтобы умереть за наши грехи. Нет, понятное дело, для того, чтобы ребенка вызвали из секты, вовсе не обязательно умирать. Но, по крайней мере, надо понимать, что никакими насильственными методами, никакой злобой мы ребенка не вызвали. Если он будет смотреть на своих родителей и видеть, что они не такие жертвенные, как Христос, не такие любящие, как Христос, не такие, которые готовы страдать, как Христос, чтобы мучить других, а чтобы наоборот других освободить от этого страдания, то, конечно, его сектантские инструкторы ему покажутся куда более привлекательными. Поэтому, если ребенок попал в стек, то, конечно, надо обратиться к специалистам, обратиться в антисектантский центр, и тоже тут уже будет соответствующая помощь. Но самому человеку, родителю, надо вести с такой любовью, не набрасываться с оскорблениями на тех людей, которые пусть и в результате какой-то манипуляции стали ребенку дороги, показать ему, что настоящее христианство, истина она здесь. Потому что, когда человек видит, да, мы любимые мама и папа, но они ведут себя не с любовью, а с ненавистью, со злобой, пусть и обусловленной, пусть и с беспокойством. А рядом с ним, пусть и с притворными улыбками находятся его соработники, его сообщники по секте, которые показывают, как они всех любят, как они о всех заботятся, пусть и задние мысли, чтобы там заполучить и контроль над человеком, его все имущество и так далее. То он выберет вот этот притворный вариант. Нам не нужно притворяться, нам не нужно говорить, что мы секту людьми, нам нужно говорить, мы любим всех людей, мы любим своего ребенка, даже если он в секту попал. И тогда вот к этой любви, рано или поздно, ребенок получит возможность повернуться и вернуться не только к своим земным родителям, но и к Христу.